Продолжаем говорить на Укрлайф ТВ вместе с Украинским Гельсинским Союзом по правам человека о переходном правосудии. И сейчас гости нашего эфира это Михаил Тарахкова, руководитель Центра стратегических дел УХСПЧ и Юлия Науменко, эксперт и адвокат тоже УХСПЧ. Здравствуйте. Здравствуйте. И вот сейчас бы хотелось с вами подробнее поговорить о такой очень важной области правосудия, как компенсации за материальный ущерб жителям оккупированных территорий. Вот расскажите, что у нас уже в законодательстве предусмотрено, а что возможно столько предстоит нам делать в этой области. Смотрите, ну я в более общих фразах расскажу, что сейчас происходит, а Юля, она более детально уже объяснит, как это происходит на практике. Сейчас, к сожалению, нет ни одного эффективного механизма, который бы позволял человеку, пострадавшему во время конфликта, у которого разрушено имущество или, допустим, был нанесен вред жизни или здоровью, получить адекватную некую компенсацию за вот такие действия. И это большая проблема, потому что государство, наша Украина, она перекладывает всю вину на Российскую Федерацию, Российская Федерация говорит, мы непричастны, это все боевики, подавайте иски к ним. И вот такая ситуация неразберихи, она оставляет людей абсолютно незащищенными, она приводит к тому, что многие люди разочаровываются и, ну, к очень серьезным последствиям, вплоть до того, что к личным трагедиям в жизни отдельных людей. И здесь очень важно понимать, что, ну, это граждане Украины, все эти люди, и наше государство несет ответственность за то, что происходит на его территории, то, что происходит с его гражданами, и поэтому оно обязано предусмотреть некие механизмы для того, чтобы интегрировать людей вот этих пострадавших в общество, для того, чтобы предоставить какие-то разумные компенсаторные меры. Но, к сожалению, ничего не делается. То есть есть отдельные эпизодичные решения, которые принимаются, к примеру, выделяются деньги на восстановление коммунальной собственности, выделяются деньги на восстановление определенных объектов инфраструктуры. Однако, что касается вот конкретных людей, то здесь существуют большие проблемы, большие прорехи в регулировании. И, к сожалению, вот в таком случае, по моему мнению, как раз судебная система должна закрывать вот эти пустоты своими решениями. Но вся эта ситуация началась с 2014 года и до сих пор, вот в 2018, уже середина практически 2018 года, мы не имеем ни одного окончательного решения по подобным спорам, которые бы говорили, что нужно действовать так или иначе. В свою очередь, государство также не спешит создавать какой-либо более-менее эффективный, понятный и прозрачный механизм. Нет никаких, скажем, специализированных фондов, нет понятного и прозрачного порядка, кто за кем, в какой очередности должен получать эти компенсации, в каком объеме. Будет это полный объем компенсации, частичный объем компенсации. Все это откладывается в долгий ящик, это, скажем, неудобные вопросы для наших политиков, потому что это напрямую влияет на бюджет. И здесь очень серьезные проблемы, которые необходимо решать. Здесь нет альтернатив. Эти проблемы нужно решить, иначе будут они выноситься за рамки государственной правовой системы. Люди начнут подавать и выигрывать дела в европейском суде. И здесь еще очень большой вопрос, кого именно признают виновным. Это будет Российская Федерация или Украина. Ну, в любом случае, даже несмотря на то, что это может быть полностью компенсирован вред Российской Федерации, то есть сейчас, вот весь этот период, наше государство должно принимать какие-то адекватные меры для того, чтобы сгладить те последствия для пострадавших, которыми они были подвержены. И вот мы сейчас поддерживаем огромное количество дел, которые касаются вот этой ситуации. Юля является нашим одним из наиболее опытных экспертов в этой сфере. Она практикующий адвокат, она ведет как раз вот эти дела, и она может более подробно рассказать о ситуации вообще, вот что сейчас происходит, на какой все стадии, как, собственно, регулируются эти вопросы уже сейчас. Поскольку, ну, насколько вы помните, раньше это была антитеррористическая операция, сейчас ее режим изменился, соответственно, поменялось регулирование и так далее. Ну вот, Юля, ждем вашего рассказа. Ну, проект с Украинской хитинской спилки, спилкой помощи пострадавшим, именно кто пострадал, у кого было разрушено имущество, мы запустили осенью 2015 года. То есть в этом году уже будет три года, как мы сопровождаем данную категорию людей. Изначально, учитывая то, что все-таки в отношении людей было совершено преступление, компенсации они так и не получили, ни в рамках уголовного процесса, ни в рамках каких-либо законодательных норм, да, хотя обращений было множество. Очень малому количеству людей нравится идти в суд, доказывать свою правоту, то есть большая часть людей пыталась изначально обратиться в казначейскую службу, в кабинет министров, в местную администрацию, везде они получали отказы. Нет порядка, нет денег, соответственно, ждите принятия закона. И изначально мы обращались в Европейский суд по правам человека, так как механизм на национальном уровне, он был такой достаточно слабый, прозрачный, и нужно было разработать стратегию, как действовать в украинских судах. Изначально первое решение по разрушенному имуществу, оно было принято славянским судом, сопровождало приемные украинско-хельсинской спилки в городе Славянске по разрушенному имуществу в Семеновке. То есть Семеновка – это район Славянска, который практически полностью был разрушен в начале проведения антирористической деятельности, соответственно, разрушений там достаточно много, и подвался иск по квартире в многоквартирном доме. Учитывая то, что до сих пор даже в Семеновке, несмотря на то, что часть домов находится в коммунальной собственности, не восстановлены очень многие дома, там, где это подремонтировать, крышу или окна вставить, то есть там государство помогает. Там, где идет речь о полном восстановлении домов с нуля, то есть практически нигде я еще не слышала, чтобы действительно было восстановлено в Николаевке или в Семеновке, или даже в той же Маренке, на самом деле очень много разрушенных домов прямо в центре Маренки, которые не восстановлены. Естественно, человек обратился в суд, первая инстанция отказала, операционный суд Донецкой области вынес позитивное решение. Это был первый прецедент, вынесение позитивного решения в пользу гражданки Украины, которая подалась к разрушенному жилью. К этому моменту мы тоже разработали стратегию. Основа это была Конституция Украины и закон о борьбе с терроризмом. То есть это статья 19, которая предусматривает, что государство Украины обязано с государственного бюджета возместить ущерб, причиненный террористическим актом, и в дальнейшем уже взыскивать эти суммы с виновного лица. В моей практике сейчас вот в киевских судах рассматривается чуть больше 20 дел о разрушенном имуществе, и из них только 4 дела рассмотрено, хотя эти дела уже минимум полтора года находятся в суде первой инстанции. То есть очень малая часть судей готова взять на себя ответственность и вынести какое-то решение по сути. То есть большая часть откладывает, ждет, ждет, пока закончатся полномочия. У нас по некоторым делам там уже четвертый судья меняется. То есть вот все направлено на затягивание процесса, и процесс этот очень длительный и очень сложный судебный. Но на данный момент у нас есть одно дело, которое сейчас находится в Верховном суде, в Новом Верховном суде, которое мы предполагаем, что назначено именно как типовое, потому что уже ряд дел в апелляционных инстанциях приостановлено до рассмотрения этого дела как типового дела. В марте уже было назначено это дело к рассмотрению. Это компенсация по разрушенной квартире в поселке Песке. Но до сих пор нету даты назначения дела. То есть я вот буквально перед эфиром специально позвонила в Верховный суд, а вдруг за два дня что-то изменилось. Нет, даты нету, к сожалению. И действительно очень долгая реакция Верховного суда. Потому что вопрос достаточно серьезный, потому что требует компенсации с государственного бюджета. Кроме всего, если по территориям подконтрольным украинской власти все более или менее понятно, то по территориям, которые не подконтрольны украинской власти, принят закон о реинтеграции оккупированных территорий. И соответственно тут уже вопрос, будет ли суд его применять, не будет ли суд его применять. Так как с одной стороны закон принят, и с 2014 года у нас Российская Федерация по этому закону считается агрессором, с другой стороны закон не имеет обратной силы, как это предусматривает Конституция. Соответственно, если у человека даже на территории города Донецка, Луганска или любой другой территории, которая не подконтрольна Украине, разрушено жилье, есть ряд доказательств. Это показания свидетелей, фотографии, акты. Иногда это даже акты украинских государственных органов. Если мы берем, например, Дебальцево, которое было частично под контролем Украины. И там, например, Дебальцево, Иловайск. То есть какие-то такие территории, которые были пограничны, то есть Украина и неподконтрольная территория, у людей есть доказательства. И тут вопрос, на какой стороне будет суд. Или он будет удовлетворять эти иски, или он все-таки будет формально ссылаться на этот закон и говорить, что нет, давайте вы идите к России и предъявляйте иски к России. Но тут вопрос какой. Этот закон на самом-то деле предусматривает компенсацию с Российской Федерации за убытки, которые причинены Украине, но не украинским гражданам. И тут момент. Украина может подать Европейский суд по убыткам, которые ей причинены вследствие оккупации какого-то коммунального имущества, разрушения инфраструктуры. Но когда мы говорим о частных лицах, Украина их не защищает. И они находятся в таком промежутке. Украинские суды, допустим, отказывают им выплатить компенсацию. Украина их права не защищает в Европейском суде, потому что оно будет судиться за свое имущество. И тут только, получается, человеку остается подавать индивидуальную жалобу в Европейский суд против Украины, против России, для того, чтобы получить эту компенсацию. Но Россия, соответственно, сразу же говорит, что «а мы тут при чем?» и остается только Украина. Ну, Россия скажет «а мы тут при чем?» Но тут вопрос, насколько Европейский суд признает или не признает ее стороной конфликта. Ну, а были прецеденты, чтобы признавалось? Прецедентов пока еще вообще нету по-востоку. Смотрите, я отвечу, немножко перебью, отвечу на этот вопрос. К сожалению, вот сейчас только два дела по конфликту, рассмотренные Европейским судом. Первое дело, это дело касается восстановления утраченных материалов производства, которые оказались на оккупированной территории. И второе дело, это дело, которое касается выплаты пенсий людям на неподконтрольных территориях. В обоих случаях Европейский суд не признал нарушение положений Конвенции Украины. Если мы говорим о более глобальном вопросе, будет ли признание того, что Российская Федерация отвечает за действия вот тех агентов, которые находятся в оккупированных территориях, ну скажем, будут ли эти люди, там, ДНР, ЛНР признаны агентами российского государства, там, будет ли подпадать вот эти действия под ее юрисдикцию, будет ли Россия нести за это всю ответственность, то с большой вероятностью я могу сказать, что согласно практике Европейского суда, скорее всего, да. Потому что были аналогичные вопросы, которые поднимались, допустим, в других делах, к примеру, по конфликту в Молдове, где оккупировано Приднестровье, и Российская Федерация была признана, скажем, ответственной за действия агентов, которые контролируют эту территорию, то да, с большой вероятностью, да. Я прошу прощения, что перебил. Вот, и соответственно, ну тут вопрос один, это разрушенное имущество, да, то есть мы вот ждем, поставит ли Новый Верховный суд точку в этом вопросе, потому что Высшеспециализированный суд до этого отменил решение, которое касалось жительницы Славянска, оно уже второй раз зарегистрировано в суде в Новом Верховном, и по Попасной тоже было позитивное решение, его тоже Верховный специализированный суд отменил, формально при этом указав о том, что не было в качестве третьего лица к делу приобщено сторону конфликта, да, и там описано так вот не прямо, что Российскую Федерацию нужно, но так обтекаемо написано, что факт агрессии является общеизвестным, и соответственно Российская Федерация как бы должна тут быть третьим лицом, хотя мы сейчас делаем это в некоторых делах, которые уже вот идут по новому закону, да, дабы избежать такого возврата на первую инстанцию, но в сфере международного права это, ну не даст ничего Украине, скажем так, даже если решение национального суда установит, что да, там террористов ДНР и ЛНР там спонсирует Российская Федерация, то все равно Украина в Европейском суде и в Международном уголовном суде по военным преступлениям будет доказывать сама участие Российской Федерации в конфликте на востоке Украины. То есть и в таком случае можно уже будет перенаправлять вот эти иски, которые были поданы? Да, в том случае, если все-таки сейчас Верховный суд примет позитивное решение, да, и это будет прецедент. Соответственно, суды первых апелляционных инстанций будут уже выносить решение, аналогично решению Верховного суда. Естественно, в каждом деле есть свой набор доказательств, у кого-то меньше доказательств, у кого-то больше доказательств, у кого-то их совсем нет и иск не обоснован. То есть это не значит, что все иски будут удовлетворены. Но в то же время, если Украина все-таки выплатит эту компенсацию, то тогда уже можно говорить о ущербе, который будет причинен Украине. Но тут еще вопрос другой. По одному делу мы выиграли первую инстанцию, выиграли апелляцию, и касацию подало на данный момент только Министерство обороны, да, все правильно. И они не уплатили судебный сбор. И вот мы сейчас вот в таком промежутке, когда у нас есть решение, которое вступило в законную силу, которое должно исполняться в течение трех месяцев. Мы обратились в казначейскую службу, попросили их открыть производство. Казначейская служба ответила, что вместо того, чтобы открыть производство и отправить соответствующее постановление, они написали, что да, мы приимем во внимание документы, которые вы нам прислали, но при этом мы уведомляем, во что нет порядка, нет денег в бюджете, нет специального назначения в бюджете, соответственно, исполнять мы не будем. Второе заявление, которое мы им отправили со ссылкой на практику Европейского суда, это пилотные решения в делах Иванов против Украины, Бучмич против Украины, где Европейский суд говорит о неисполнении Украины, решении национальных судов. Есть закон Украины о гарантии исполнения решений. Написали, где брать эти деньги в казначейской службе. Ответа пока нету, к сожалению, но сам по себе бюджет он не такой большой на исполнение судебных решений. То есть даже если оттуда и будет взыскиваться, то я думаю, что это будет достаточно долгое время происходить данные компенсации. Да, но ведь, насколько я знаю, даже если победа происходит в Европейском суде по праву человека, там, конечно, компенсация уже побольше требуется, чем вот в случае, если бы это было как-то в нашем законодательстве, вот на местном уровне урегулированы все эти компенсации. То есть, возможно, и бюджет бы, вот можно было бы немножко сэкономить. Ну, смотрите, какая ситуация, какая здесь ситуация. Действительно, в большинстве случаев компенсация может быть больше, поскольку она будет включать еще и... Не только вот... Смотрите, что включает в себя компенсации в Европейском суде? Она включает в себя материальный вред, то, о чем мы говорим и, собственно, за что мы боремся. То есть, возмещение вот этого материального вреда. Она также включает возмещение морального вреда и, возможно, некие издержки там на... Судебного производства. Ну, да, там на адвокатов и так далее. То есть, и если мы говорим о компенсации, то не только вот этот материальный вред будет взыскиваться, но и моральный вред будет взыскиваться и будет взыскиваться вот эти издержки. То есть, действительно, да, ну, конечно, многое будет зависеть от того, какую позицию займет Европейский суд, но, тем не менее, да, действительно, компенсация может быть больше. И это может быть дополнительным стимулом для государства. Однако, вот, ну, будем откровенными. То, как вот это сейчас выглядит, это выглядит очень некорректно и, ну, в моем представлении неправильно, поскольку государство, оно никаких системных шагов не принимает для того, чтобы урегулировать. А ведь можно было бы поступить, ну, намного более просто. Создать определенный компенсаторный фонд. Ну, я говорю, к примеру, в котором предусмотреть, что создать определенный порядок, ну, четкий и прозрачный, чтобы было понятно, кто в каком порядке получает компенсацию, какие доказательства подтверждают, ну, необходимость выплаты, что нужно для того, чтобы получить эту компенсацию, ну, какие материалы, может быть, собрать, какие экспертизы провести, кто это должен делать. Ну, и самое главное, кому первому, кому второму и кому третьему все это будет выплачиваться, чтобы не получились, ну, некие коррупционные составляющие, когда, ну, люди, которые стоят поближе к вот этим всем фондам, они полностью 200% получат компенсацию, и те люди, которые, ну, наиболее социально незащищенные, останутся нищим. То есть здесь должна быть прозрачная процедура и очень серьезный контроль общественности. То есть, в принципе, можно создать определенный фонд и предусмотреть в законодательстве, что государство, скажем, выплачивает некий минимум, а все остальное в зависимости от наполнения фонда. И этот фонд, он может наполняться не только государственными средствами, то есть если эти процедуры предусмотреть и сделать их достаточно адекватными, вот посмотрите, сейчас огромное количество разнообразных международных доноров занимаются, скажем, собственными ресурсами, занимаются восстановлением разрушенной инфраструктуры, они оказывают гуманитарную помощь, там предоставляют разнообразные социальные услуги пострадавшим. И, скажем, я думаю, что если сделать все это цивилизованно, то многих из них заинтересует вот подобная ситуация, и хорошая адвокация приведет к тому, что этот фонд будет наполняться не только государственными средствами, но и средствами международных доноров. Однако для того, чтобы их привлечь, нужно, ну, к сожалению, у нашего государства не очень хорошая репутация на международной арене, и вот для того, чтобы, скажем, добиться вот таких вложений, необходимо, ну, достаточно ясно показать, что здесь нет коррупции, что это прозрачная, качественная процедура, которая действительно работает на практике, и заручиться поддержкой не только, скажем, ну, чиновничного аппарата, но и поддержкой общественности, которая, ну, выступает, скажем, таким сторожевым псом за расходованием бюджетных средств и так далее. И, ну, как мне кажется, это было бы очень эффективным способом выйти из сложившейся ситуации, позволило бы снять значительную нагрузку с государственного бюджета. Но в любом случае прятать голову в песок, как это делает сейчас наше государство, это, ну, неправильный путь. Вот скажите, что сейчас может делать человек, у которого так или иначе было разрушено его там жилье, какое-то материальное имущество, ведь даже если он не подает там ни в какой суд, здесь и сейчас, это не значит, что он этого не сделает, допустим, после окончания конфликта. Но, наверное же, должно идти какое-то документирование, вот, опись этого имущества. Вот в особенности это, наверное, отдельно сложно для людей, которые живут на неподконтрольных территориях. Вот расскажите, что они могут делать, как-то готовиться, возможно, к тому, чтобы потом потребовать компенсацию? Документировать действительно надо, так как на территориях подконтрольных Украине это более или менее вопрос решенный, то есть на данный момент местные администрации действительно выезжают, осматривают, составляют акты, выдают их людям, если там был пожар, выезжают еще и пожарники, то есть с документированием проблем нет, есть государственные органы, которые это делают. С территориями неподконтрольными на данный момент людям также необходимо собирать доказательства, потому что если особенно они там не проживают, все может измениться, как бы и земельный участок могут забрать, остатки дома, то есть тут могут быть разные ситуации, мы рекомендуем брать акты и той так называемой администрации в том числе, потому что это как дополнительное доказательство, оно может быть использовано, я считаю, в наших судах мы используем такие акты и в европейском суде тем более, то есть человек должен сделать все возможное, чтобы собрать доказательство в данной ситуации, это акты администрации, это фотографии, обязательно фотофиксация, это видеофиксация, это статьи СМИ, если, например, в СМИ бывает, что промелькнул какой-то дом, какая-то улица, плюс показания свидетелей, соседей, можно изначально брать какие-то пояснения, чтобы человек от руки со своих слов написал, что да, действительно он был свидетелем каких-то разрушений, что дом находится в таком-то состоянии, максимально подробно описать вот эти вот разрушения, по делам, где не было актов администрации, мы иногда, и есть доступ мирным жителям, мы иногда составляли акты именно от мирных жителей, то есть человек выезжает, составляет предварительно форму акта в электронном варианте, что акт составлен такого-то числа в таком-то городе, такими-то, такими-то людьми, и там подробно описываешь, что в такой-то день они выехали, там, например, в тот же поселок Пески, осмотрели такую-то квартиру или такой-то дом, в доме, в квартире там следующее разрушение, если это многоквартирный дом, то желательно описать разрушения, которые в доме, потому что если у человека там даже квартира, например, находится там на четвертом-пятом этаже пятиэтажного дома, выбиты только окна, но при этом залито все, потому что в доме нету крыши, и там проживать невозможно, потому что нету крыши. В некоторые дома, в принципе, невозможно зайти даже, Потому что там нет дверных лестничных проходов То есть люди при помощи лестниц и каких-то дополнительных средств Вообще попадают в свою квартиру То есть это все максимально нужно фиксировать Все разрушения Это внутри подъезда как бы, да? Да, да, то есть если это многоквартирный дом То нужно действительно зафиксировать Потому что даже наличие целой квартиры с выбитыми окнами Не говорит о том, что человек может там проживать И вот эти все документы, доказательства Плюс отсутствие доступа мирных жителей в некоторые районы Которые находятся на линии разграничения Это поселок Пески, например, Широкино Потому что по Пескам по большей части Мы просим все-таки взыскать не только убытки А рыночную стоимость жилья Так как человек не может пользоваться своим жильем Уже достаточно продолжительное количество времени И даже если все закончится Ведут или миротворцев, или территория оккупированная Станет под контролем Украины И допустим оттуда уйдут военные То все равно территория заминирована То есть даже для того, чтобы восстановить инфраструктуру И разминировать эту территорию Уйдет там не один и не два года То есть скорее всего до десяти лет Соответственно вот все вот эти доказательства Они в своей совокупности будут свидетельствовать о том Что у человека действительно разрушено жилье Что жилье разрушено вследствие попадания снаряда Также мы обращаемся к экспертам Для того, чтобы эксперт оценил убытки Потому что в законе о борьбе с терроризмом Прописана именно компенсация убытков Соответственно при обращении в суд Мы рекомендуем обращаться лучше государственным судебным экспертам Донецкий научный институт судебных экспертиз И Харьковский научный институт судебных экспертиз Они в частном порядке делают выводы о том Какие разрушения все-таки в доме Иногда они выезжают Если это не подконтрольная территория То экспертиза проводится по фотографиям То есть соответственно это тоже дополнительное доказательство И размера убытков И того, что действительно это этот дом И что он разрушен Потому что эксперт использует технический паспорт Фотографии И в совокупности дает свои выводы о том Что дом разрушен И какие разрушения В принципе эксперт тоже описывает Если попросить его поставить То есть доказательства можно собрать Вот даже в данной ситуации И даже по территориям неподконтрольным Украинской власти Вопрос формально Насколько украинские суды все-таки скажут Да, необходимо Это граждане Украины Это территория Украины И Украина должна компенсировать Или все-таки скажут Что нет по тем территориям Возможно Негативное решение будет И по нашим территориям То есть На мой взгляд Это будет явно противоречие Конечно Конституции Законам Но всего можно ожидать У нас есть Право И государственный бюджет Скажем так Которые На весах Фемиды Могут быть Могут перевешивать Да, но самое главное Что даже собрав Вот все эти документы Потом с ними возможно Будет и уже В какие-то международные инстанции Обращаться Ну смотрите Вот по поводу Давайте остановимся Немножко более подробно На документировании На вопросе документирования Коллега правильно Абсолютно сказала Это довольно Трудоемкий И сложный процесс И он требует Определенных знаний И умений Человеку Который Скажем Не обладает Там даже Минимальными Познаниями В сфере права Довольно сложно Это сделать Более того Когда это все Собирается На неподконтрольных Территориях То очень Спорный вопрос О доказательственной Силе Вот этих Вот этих Вот материалов И в наших Органах Поскольку Ну Если вы знаете То Украина Не признает Скажем Акты И разнообразные Решения Вот Оккупационных Администраций Так вот Если мы Возвращаемся К этому вопросу То Прошло уже Четыре года И нормально Было бы Сделать Какую-то Адекватную Прозрачную Процедуру Административную Процедуру Поскольку Ну судебная Процедура Это довольно Сложная Сама по себе Это Скажем Ну Процедура Которая Должна Ну В нормальной Правовой Системе Должна Применяться Достаточно Редко Для Случаев Которые В которых Существует Определенный Спор А в этом Случае То есть По моему Мнению Наилучшим Вариантом Была бы Некая Административная Процедура Которая Бы предусматривала Определенный Самостоятельный Сбор Фиксацию Доказательств И Вот эти Доказательства Можно было бы Скажем Как-то Легализовать В Украине И Здесь Есть Доказательств И Их Систематизация Централизованная Нашим Государством Что даст Возможность В последующем Коапеллировать И международным Органам И скажем Во внутренней Правовой Системе Хотя бы Понимать Что там Вообще Происходит И Насколько Вот Серьезная Ситуация Какие Нужно Закладывать Ресурсы На восстановление Мы же Все-таки Нацелены На реинтеграцию Этих Территорий То есть Во-вторых Это дает Возможность Конкретным Людям Понять Что да Вот На сегодняшний День Я зафиксировал Все Я собрал Доказательства Эти доказательства Они собраны Ну Надлежащим Образом Это Есть Это как-то Зафиксировано И государственные Органы Украины Признают Эти доказательства То есть И в последующем Человек Сможет использовать Эти доказательства В том числе Внутри Нашей Правовой Системы К примеру Если Будет сделано То о чем Я говорил Раньше Там созданы Определенные Компенсаторные Механизмы То можно будет Обращаться к ним С этими доказательствами Однако Вот Есть проблема И этого не делается Вообще Вот С этим конфликтом Какие-либо Системные действия Это Большая редкость И вот В этом Особая проблема Существует Да Я понимаю Это сложный Трудоемкий Процесс Который требует Определенных Ресурсов Но просто Должно быть Понимание Что чем больше С этим затягивают Тем более Сложным Этот процесс Становится Тем более Он становится Трудоемким И тем больше Денег с каждым Годом Нужно тратить На это Чтобы Скажем Его запустить А если Просто Это оставить На самотек Это может Привести К очень Негативным Серьезным Последствиям К разочарованию Людей Вот В принципе В государстве К возникновению Такого чувства Полной Незащищенности И ненужности Ведь По сути Наша цель Это борьба За людей А не за территории Нам важны люди Которые Проживают В Украине Нам важны Граждане Украины А территория Это Скажем Хороший Дополнительный Бонус Но не более того И к сожалению Мы Пока Проигрываем Эту борьбу Очень серьезно Есть очень большие Прорехи И здесь нужно Намного более Интенсивно работать Чем сейчас Это происходит Я уверен Что все-таки Что-то будет Предприниматься Нашим государством Стараниями Правозащитников В том числе Украинской Хельсинской группы То Что-нибудь Изменится И люди Наконец-то Получат свои Компенсации Восстановят веру В Украину Спасибо вам большое Спасибо Вы оставайтесь На Укрлайф ТВ У нас еще будет Много гостей В нашем марафане Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо